И сейчас мы зайдем в общежитие, где проживают девчонки. Есть мягкий уголок. Вот он. 13-18 лет. Все девчонки живут именно в этом доме самых разных национальностей. Смотрите, какой удобный уголочек здесь. Просто супер. Трехразовое питание, но если вдруг ты хочешь подкрепиться, ты всегда можешь сюда прийти. Условия проживания во всех английских школах разные. Если вы собираетесь отправить своего ребенка на обучение в Англию, вас просто не может не интересовать вопрос, связанный с проживанием. В этом видео вы увидите и услышите, как живут школьники в британском колледже Санкт-Лоренс. Сразу отмечу, что в подписи к этому видео будут ссылки на отдельные выпуски по теме того, как и в каких условиях учатся, занимаются спортом и творчеством школьники этого же колледжа. Также, как будут и подсказки того, как можно связаться со мной, чтобы получить свою индивидуальную первую бесплатную консультацию. Итак, друзья, добро пожаловать в Санкт-Лоренс колледж. Детей, которых родители отправляют на обучение в Англию с проживанием, с пансионом, конечно, не может не интересовать условия проживания в школе, где они будут учиться. И мы с вами сейчас посмотрим, как живут девчонки Санкт-Лоренс колледжа. Пойдем к ним в гости в общежитие. И сейчас мы зайдем в общежитие, где проживают девчонки. Вот именно это здание. Посмотрим комнаты. Какие комнаты у студентов? Синглы и двенцы. И некоторые большие комнаты для юниорских. Индивидуальные комнаты на двоих. И есть побольше комнаты для младших классов, где, видимо, живут по трое, по четверо. Но сейчас посмотрим. Так, вот оно общежитие, где проживают девчонки. Такое огромное светлое здание. Это, видимо, общая комната, где они все собираются. Комнатки. Прям как в отеле. Очень уютно. Есть мягкий уголок. Вот он. Здесь девчонки сидят, смотрят фильмы, читают книжки, играют в настольные игры. Очень уютно. Ты будешь в домашней мастерской? Я в домашней мастерской. Какой ты назвал? Андрея Изард. Андрея Изард. Андрея Изард. Да. Приятно, приятно. Меня зовут Адил. Какие девчонки у вас здесь? На данный момент у нас 52. 52. 52 девчонки здесь живут. Все разные национальности. И разные годы тоже? Да, разные годы. В 13-18 лет все девчонки живут именно в этом доме. Самых разных национальностей. Какие национальности у вас есть? Здесь у нас около 9 разных национальностей. 9 национальностей на данный момент. Они называют мамой? Иногда. Мама. 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 Да, да. Да, да. Да, да. Да. Это очень красиво, я должен сказать. Красиво. Мы очень счастливы. Это все еще все новое, но сейчас она уже 6 лет. Это здание всего 6 лет. Да, да. Это красивое здание. И я думаю, что у нас есть девчонки здесь. Они в доме. Да. И у вас есть синглые дворцы? Да. Вот здесь. Это где-то молодые девушки. На земле. Так что в году 9-10 до здесь. Они в двух комнатах или подрубных комнатах. Младшие классы по трое, по четверо живут. У вас есть 4 горы. У вас есть 2 горы. У вас есть 2 горы. Ага. Но самые большие спальни там есть свои собственные удобства. Бонус. Они творят заîки. Сколько у них. Да, вероятно. Да. Вот здесь находится находится в 1-15. Ага. Здесь, optical для беспаково, не может быть. Есть три горы. Музыр —ensitive. Состав, женщины, кстати, får приобретение ск backgrounds. Они вatalWER. Конечно, откуда есть 2 горы. Здесь теперь стоят в fikоне в комнатах. fourteen комнатах,lave иavoir. Здоровых затх discussed. designer-от cracked employee. Они могут подкрепить여� ways? Ага. Фотографии можно привести, какие-то постеры развесить и так далее. Младшие девчонки, они, оказывается, делают домашку? А, у них специальности, вот они, понятно. У них специальные места для выполнения домашнего задания. Я понял, понял. But all the students, they can do that in their rooms, ok? So, 9 and 10 are in prep rooms, year 11 upwards, they have a desk in their rooms. Shall we go and have a look at one of those? Yes, ok. Сейчас мы посмотрим, как живут девчонки старших классов. And this is from previous years. 1988, 1983, 1990. Еще один мягкий уголочек. Really, for 60 girls, it's luxury. Hello! Okay, so this is one of the single rooms. Single rooms? Yeah. Individual комната. And they're all en-suite? They're all en-suite. Yeah, every room is en-suite, I know. Lucky they are! Yeah! 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 Look at how convenient this is! It's just super! I could be up with me! Yes! This is excellent! Super! Okay! Yeah, so they all have their own study space. They all have their own social area. This is girls that left last year very abruptly. So they're getting their stuff sent back to them. So they left in upper sixth. So yes, they all have a seating area and somewhere quiet space to read or to watch television. And all three floors. Yeah, it does. Do you do call-overs? Like, on a daily basis they have to register? Oh yes! Twice a day they have to register in here. Two times a day they have to register in here. If they're out. A special system that indicates where the children are, if they're not at home. Can I just quickly explain? What's your name? Prefects. Now the owner is telling me to come home. I don't remember how they're calling her. What's your name, sir? Andrea Izzard. Andrea Izzard. Andrea Izzard. Andrea Izzard. Andrea Izzard. Andrea Izzard. They live in these rooms on the first floor of the prefects. It's the nurses. Single rooms? All single rooms. Маленькая ремарка перед тем, как мы продолжим нашу экскурсию. Я знаком с сотнями школами-пансионами в Англии. И не только в Англии. И что важно, знаком лично. Пройдите на наши YouTube-каналы, и вы поймете, что я не шучу. Именно поэтому у меня есть возможность сравнивать. Сравнивать увиденное с собственными глазами, а не с картинок рекламных глянцевых каталогов и сайтов в интернете. 15 с лишним лет я езжу по школам для того, чтобы сэкономить ваше время при выборе единственно правильной школы для вашего ребенка. Всегда рад новым знакомствам. Все ссылки вы найдете в подписи к этому видео. Возвращаемся к Сент-Лоренц-Колледжу. Это открыт в вечеринке и в вечеринке. Они могут приготовить вкусы. Нуделы, в частности. Они имеют блюдо, чтобы приготовить пасты. Мы даем жамы и маргарин. Они приходят в кухню, чтобы они готовы к кухне, если они хотят. Они проводят кухню на фрагментах, на фрагментах. Они могут купить пасты. Я уже попробую это. Но это дополнительно, чтобы иметь ежедневные в магазинах? Да. Трехразовое питание, но если вдруг ты хочешь подкрепиться, ты всегда можешь сюда прийти. And school supplies bread and all that stuff, yeah? Yeah, and they can buy their own things and they put them in here, freezer and fridges. И могут в город сходить и купить в супермаркете какие-то продукты дополнительные. Это трехразовое питание. И разрешают тоже готовить. Do you know any Russian national dishes? I don't. I've had some Russian food when students have come over, but they bought me things in jars. So I don't really know what they are, but it was tasty. But I don't know what it was. Do you organize like national evenings? We have done, yeah, within the house we'll do. So we have Nepalese, Chinese, Russian, Ukrainian and they will come and cook their dish and then we'll get to try it. Международные вечера организовывают, классно. Okay, alright, excellent. Alright. Академические показатели колледжа, точное соотношение национальности, соотношение преподавательского состава, количество учеников. Вся эта информация у нас имеется. Поделимся ею с вами при нашем личном знакомстве. Чтобы связаться с нами, просто оставьте заявку на одном из наших сайтов, ссылки на которые вы найдете в подписи к этому видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!